Третья мировая война, если ей, не дай бог, будет суждено разразиться, по мнению конфликтологов, будет вестись не за территорией нефти или чистоту религии. Яблоком раздора может стать доступ к водным ресурсам. Во многих регионах мира чистая вода уже сейчас огромный дефицит. И нам здесь, можно сказать, повезло. Пресной и качественной воды в Эстонии пока хватает на всех. Но тенденции последнего времени заставляют обращать все больше внимания на то, как и в каком количестве мы потребляем H2O и как ее потом перерабатывают. Об этих аспектах говорили на мероприятии, посвященном Международному дню воды, который отмечается 22 марта. Тема этого года – сточные воды. Ну, это вроде как неинтересно. Но у каждой темы есть свой слоган, свой девиз, свой лозунг. Выбирайте любое слово. Давайте беречь воду. Каждый месяц мы снимаем показания воды. Давайте посчитайте. В Эстонии очень разумно воду расходуют люди. У нас где-то 120 литров в день на человека идут. Специалисты утверждают, что состояние грунтовых и почвенных вод в Эстонии хорошее, и на всех водозаборных и очистительных станциях ведется строгий контроль над качеством, что позволяет смело пользоваться этой водой. Но призывая всех пить воду из-под крана, не стоит забывать и о том, что состояние магистральных водопроводов и труб в домах разного возраста весьма и весьма отличается. Поэтому многие у нас стали предпочитать бутилированную воду. Вода в бутылках действительно стала популярной в последнее время. Я бы не сказала, что она чем-то хуже. Но я сама всегда выберу скорее воду из-под крана, а в бутылке будет вторым вариантом. Я ее не предпочту потому, например, что для ее производства тратится много энергии, возникает немало отходов. Смешно же, что цену воды в бутылке составляют производство и сама тара, а вода внутри на самом деле не стоит ничего. Но существуют также сомнения в стопроцентном качестве воды в бутылках. Даже если предположить, что источники ее проверены и качественны, не факт, что потом с этой жидкостью ничего не произойдет. Так как бутылки в основном пластиковые, то из пластика в определенных условиях при нагревании могут выделяться вредные элементы. Например, в машинах, на складах, где стоят бутылки, часто бывает очень тепло. Не знаю, хотим ли мы это употреблять внутрь. Но смотрите, если вода даже просто постоит в бутылке на жаре, то она приобретает привкус пластика. Я не верю, что было бы полезно пить такую воду в больших объемах. Немалую опасность для качества воды представляет агрессивное сельское хозяйство. Эстония за последние 10 лет превратилась в страну, экспортирующую зерно. И можно сказать, что мы экспортируем таким образом и воду тоже. Потому что для получения одного килограмма зерна в среднем требуется, задумайтесь, 2000 литров чистой воды. Так что уже в ближайшем будущем всем нам придется задуматься над тем, как лучше и эффективнее беречь воду. Например, приготовляя себе питье из различных компонентов. Не только воды, но и сока, фруктов и ягод. Галина Борисова предлагает нам изготовить немецкий народный напиток Шорле, очень популярный в Германии. На первом месте все-таки стоит вкус. То есть яблочный сок разбавляется минеральной водой, и в общем-то он получается, скажем так, менее концентрированный. Хотя натуральный яблочный сок нельзя назвать очень концентрированным. Во-вторых, калорий там, ну, если вы 200 миллилитров выпьете, в этом в Аппер Шорле там калорий, ну, может, 50 будет всего. В этом смысле он тоже хороший. В-третьих, яблоко не зря упоминается в Библии. Не зря оно иногда кому-то на голову падает. Все-таки яблоки, наверное, нужнее, чем апельсин. А нас еще никто апельсиновый не забрасывал. Ну, в крайнем случае помидоры. Не многие знают, что в Эстонии уже некоторое время существует тематический парк чистой воды, где посетителям наглядно объясняют, как возникает чистая грунтовая вода, которую мы используем для питья, как зависит наша жизнь от чистой воды, и от чего зависит качество самой воды. Расположен этот парк в Леоне Вирума в волости Тамсалу, примерно в 100 километрах от Таллина, на возвышенности Пандивера, которую считают нашим стратегическим водохранилищем. Здесь берут начало 11 рек, и даже самой малоснежной зимой на Пандивера накапливается много снега, который потом питает почву и родники. Но тенденции последних лет вызывают у гидрологов тревогу. Запасы воды сокращаются и в нашей стране. Качество ее ухудшается. Неужели вскоре и нам придется идти по стопам космонавтов? На Международной космической станции, например, используют одну и ту же воду по кругу уже 16 лет. Как вы думаете, что орбитальные путешественники просят первым делом после приземления?